Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня у нас будет необычное видео. Мы просчитаем себестоимость процедуры моделирования и окрашивания бровей. На это видео меня вдохновила девушка, которая приехала на обучение, с следующим запросом, что я хочу поехать на чемпионат мира, но мне недостаточно финансов, несмотря на то, что я работаю каждый день и выполняю по 10 процедур моделирования и окрашивания бровей. Когда мы начали просчитывать, то оказалось, что у нее прибыль меньше, чем ее затраты. И это было связано с тем, что она каждый месяц покупает на 5-6 тысяч гривен ненужных материалов. То есть видит где-то в Инстаграм какая-то новинка, она сразу ее покупает, пробует, ей не нравится, она ее дальше не использует, например, в работе, и эти финансовые вложения, они никаким образом не окупаются. То есть когда мы с ней просчитали, что если она 10 месяцев не будет покупать ничего ненужного, что очень важно, да, не тех материалов, которыми она работает, то она сможет себе за 10 месяцев полностью оплатить поездку на чемпионат мира. Так вот, что такое себестоимость? Себестоимость – это совокупность затрат. Все наши затраты мы можем разделить на следующие составляющие. Расходы у нас включают. Рабочие материалы – это непосредственно той косметикой, которой вы работаете. Реклама – также это, если это таргетированная реклама, либо вы оплачиваете блогером, это все сюда входит. Одноразовая продукция – ватные палочки, ватные диски, салфетки, перчатки и так далее. Инструменты, то есть ваши кисти, пинцеты, то, что вы не используете один раз, да, в течение этого, двух, трех месяцев, полугода. Следующие расходы – это на дезинфекцию, это дезинфицирующие препараты. И последняя статья расходов – административные расходы. Сюда мы вводим аренду, коммунальные платежи, зарплату администратора и так далее. Сегодня мы с вами просчитаем только рабочие материалы. Если вам видео это понравится, пишите ниже в комментариях, и в следующее видео мы уже просчитаем полную себестоимость, я расскажу, как это делать. Итак, для того, чтобы просчитать себестоимость, нам нужно понимать, чем мы работаем. Мы будем с вами работать первым детокс-смусом, дальше у нас будет с вами карандаш для бровей, после краска с окислителем, ремовер, колорфикс и карандаш-консилер. Как же нам просчитать, на какое количество процедур хватает детокс-смусом? А мы просто сделаем с вами опытным путем. На одну процедуру нам нужно два нажатия. Вот и берем новый детокс-смус, то есть мы с вами считаем количество нажатий, и потом разделим на два, так как на одну процедуру у нас два нажатия. Поехали. Так, пустые. Раз, два, три, четыре, пять, девять, десять, пятьдесят. Десять, пятьдесят. Десять, сто пятьдесят. Десять, сто пятьдесят. Десять, сто пятьдесят. Двести. Раз, два, три. Двести десять. Уже рука болит, не могу, накачала. Двести десять. Раз, два, три. Чуть-чуть осталось. Раз, два, три. Двести сорок. И тут осталось совсем драморечко. Раз, два, три, четыре. Двести шестьдесят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Двести семьдесят. Все. Двести семьдесят нажатий делим на два. На одну процедуру два нажатия. Соответственно, сто тридцать пять процедур. У нас было двести семьдесят нажатий. Это сто тридцать пять процедур. Стоимость детоксмуса двести восемьдесят гривен. Двести восемьдесят делим на сто тридцать пять. И получаем, что стоимость одной процедуры 2 гривны 10 копеек То есть первым этапом я использую только детоксмус Я не использую дополнительные средства, скрабы, шампуни Потому что в них нет никакого смысла Детоксмус включает в себя абсолютно все остальные процедуры То есть он является и антибактериальным, он является и обезжиривателем Также он является мягким скрабом и средством для снятия макияжа То есть все в одном средстве Если вы используете большое количество средств Соответственно вам нужно просчитать себестоимость каждого средства Следующий наш этап, мы используем карандаш B01 в дереве За процедуру мы его подтачиваем 2 раза И также мы подтачиваем, соответственно, перед каждым клиентом То есть опять-таки мы сейчас рассчитаем количество подтачиваний И разделим их на 2 Поехали! Раз! Я могу, кстати, ее открыть для того, чтобы было видно, сколько выпадает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова 49,50 У нас остался еще маленький кусочек Мы его оставим на поправку Вдруг там где-то нужно больше подточить брови Но одного карандаша у нас хватает на 50 процедур моделирования и окрашивания брови И еще маленький огрызочек на поправку Стоимость карандаша 195 гривен 195 делим на 50 и получаем, что на одну процедуру себестоимость получается около 3 гривен 90 копеек После того, как мы прорисовали брови карандашом, мы будем окрашивать И наша задача сейчас проверить, на какое количество процедур нам будет хватать саше краски в размере 5 мм Проверяем То есть краски нам хватает на 12 процедур Также у нас в комплекте сразу идет окислитель Окислитель такое же количество миллилитров То есть, соответственно, его тоже будет хватать на 12 процедур Масло нам нужно при условии окрашивания ресниц либо окрашивания брови В размере в два раза меньше, чем мы выдавливали краски То есть масла у нас будет хватать не на 12, а на 22 процедур Соответственно, так как у нас в комплекте 10 саше краски То есть полностью всей упаковки нам будет хватать на 120 процедур И еще важный момент, что здесь идет ремовер Его также хватает на 120, где-то 140 процедур Если же вы не используете комплект, а используете какой-то другой продукт То вы считаете отдельно краску, отдельно окислитель себестоимости, отдельно ремовер и отдельно масло, если вы используете У нас все проще, то есть комплект стоит 500 гривен 500 гривен вы делите на 120 и получаем 4 гривны, где-то 20 копеек После окрашивания мы используем ColorFix ColorFix мы просчитаем немножко проще Мы сейчас возьмем и посчитаем, сколько пшиков нам нужно на одну процедуру Чтобы диск был полностью влажный Сейчас, сыра Раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть пшиков у нас полностью хорошо влажный диск пахнет Кстати, очень приятно И теперь мы возьмем шесть этих пшиков в емкость И также у нас есть шприц, и мы замерим, сколько миллилитров Потом разделим наши 100 миллилитров в упаковке на количество миллилитров, которые идут на одну процедуру И получим количество процедур Итак, делаем шесть нажатий Раз, два, три, четыре, пять, шесть Теперь берем шприц И это все всасываем Все до последней капельки Так, есть И теперь считаем, сколько у нас тут Подождите секундочку, не вышло Вот так То есть у нас здесь полмиллилитра Полмиллилитра на одну процедуру Итак, если у нас на одну процедуру идет 0,5 миллилитра Мы берем 100 миллилитров, делим на 0,5 и получаем 200 процедур Стоимость Colorfix у нас 220 гривен 220 гривен мы делим на 200 И получаем себестоимость одной процедуры 1 гривна 10 копеек И наш завершающий этап при процедуре моделирования и окрашивания бровей Это карандаш Conceiver C01 Он по длине точно такой же, как и карандаш для бровей Поэтому, так как мы уже провели эксперимент с B01 Мы знаем, что одного карандаша нам хватает на 50 процедур Итак, стоимость карандаша у нас 180 гривен Мы делим на 50 клиентов И получаем себестоимость 3 гривны и 60 копеек Теперь наша задача осталась только сложить все наши просчеты И мы с вами получаем, что на одну процедуру Себестоимость материалов Elan у нас получается, если округлить, это 15 гривен Теперь я рекомендую обязательно просчитать себестоимость ваших материалов, которыми вы работаете И понять, выгодно вам, либо невыгодно Если вы просчитали, обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях И если вам было интересно видео, я обязательно сниму уже про полную себестоимость услуги моделирования и окрашивания бровей Спасибо, что досмотрели это видео до конца Всем пока!